Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Жаккард примерно 2,5, сейчас примерно в 2 раза больше. В России дорожает одежда и обувь. Какие прогнозы делают продавцы и как пытаются сэкономить покупатели? А лобовое стекло вдавило в салон. В Октябрьском районе рухнувший с крыши снег искорежил автомобиль. Контроль государства и лицензия для коучей. Госдума приняла в третьем чтении скандальные законы просветительской деятельности. На такой машине хоть на охоту в тайгу, хоть на рыбалку, хоть по затопленным дорогам Красноярска. Ярмарка для ценителей активного и экстремального отдыха. Какие маршруты предлагают в пандемию и сколько стоит экипировка? Правительство России может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. Министрам дали задание начать переговоры с бизнесменами. Стоимость сахара зафиксируют еще на два месяца масло до октября. Производители продуктов в качестве компенсации могут получить субсидии из бюджета. Также власти обсуждают отмену пошлины на ввоз сахара в Россию из-за рубежа. Напомню, правительство потребовало зафиксировать стоимость этих продуктов в декабре. Цены тогда росли вслед за мировыми и отечественным производителям. Было выгодно продавать продукты за границу, за валюту. Заморозка не самая эффективная мера влияния на рынок. Как правило, она приводит к дефициту продуктов. Не затягивает с регулированием цен, просит глава Центробанка Эльвира Набиулина. В правительстве окончательное решение пока не приняли. В России может подорожать одежда и обувь. Продавцы обещают поднять цены уже к лету. И сразу от 10 до 100%. Торговцы намерены сдержать или растянуть во времени грядущее подорожание, поскольку понимают, что доходы людей в стране падают и лишних денег в кошельках россиян становится все меньше. Раньше в стране подорожали продукты питания, техника, бытовые услуги, топливо. И эта мода дошла теперь до одежды. Почему, расскажет Виталий Поляков. Пока цены-то адекватные, все нужно взять. Но евро растет. Ирина пришла в магазин купить кроссовки и штаны. Впереди лето, но она берет для холодов, потому что так дешевле. Теплые коллекции сейчас, после завершения зимнего сезона, со скидками. Самое время брать. К тому же, насколько вырастут цены потом, не ясно. Эксперты считают, что Ирина все правильно делает. Дальше одежда и обувь будет только дорожать. Главная причина – рост цен на сырье, прежде всего хлопок. Он с начала года прибавил стоимости 35%. Владелец магазина говорит, что в индустрии одежды цены сейчас диктует именно исходный материал. Если они купили килограмм материала за 100 рублей, то это будет такая цена. А если в этом году повысится цена, то сейчас доставка с Китая довольно проблематичная из-за пандемии. И цены немножко подрастают. Растет стоимость ткани не только из хлопка, но и из синтетических материалов. Потому что мировая экономика оживает, спрос растет. Но удовлетворить его фабрики не в силах. Многие производители просто обанкротились из-за ограничений и пандемийных запретов. А оставшиеся не в силах пошить на всех. Штучная дизайнерская одежда из импортных тканей подорожала уже. Мы не можем работать в убыток. Поэтому процентов на 30, так как ткани повысились в цене, нам придется поднять цены на изделия. Жаккард примерно 2,5. Сейчас примерно в два раза больше. Еще один фактор. Стоимость доставки грузов из Китая выросла в новом году в 6,5 раз. Именно Китай обувает и одевает большинство россиян. А значит новые затраты на транспортировку неминуемо отразятся на ценах. Сегодня наблюдается дефицит контейнеров в портах Шанхая и всей Азии. Цель отправки на Россию. Никто не хочет ехать, потому что нет обратных грузов. А гнать контейнер порожнее невыгодно. Поэтому цены и растут. Китай работает, наращивает свои мощности. У нас падение экономики. Поэтому все меньше и меньше мы можем что-то миру предложить. И вот такой дисбаланс усиливается. Все эти причины приведут к росту цен на обувь и одежду в массовом сегменте от 10 до 30%. Специалисты ждут подорожания летом или точно осенью. Министерство промышленности и торговли России уже озаботилось ситуации. Обещают разобраться и повлиять на цены. Ранее власти регулировали стоимость подсолнечного масла и сахара. Но договориться смогли лишь с крупными сетями. В большинстве магазинов никакого регулирования не заметили. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК. Красноярцы тем временем обсуждают видеозапись нелепого конфликта в одном из городских магазинов одежды. Покупательница сняла продавца, который, как заявляет женщина, отказался выдать ей чек на сумму 99 рублей. Причем кассир отреагировал крайне эмоционально. Видео стало вирусным. Многие пользователи поддерживают кассира и просят отнестись к нему с пониманием. Возможно, он просто устал. Другие посоветовали женщине обратиться в налоговую и отметили, что права покупателя все же нарушены. Есть еще пользователи, которые иронизируют над автором видеозаписи и над ее угрозой Ютьюбом. На проспекте Мира планируют открыть 19 уличных кафе. Находиться они будут как раз, где планируют сделать пешеходную зону. На участке от Перенсона до диктатуры пролетариата. По задумке, кафе будут работать с конца мая по сентябрь по выходным. Как отмечают в мэрии, сейчас все детали обсуждают предпринимателями. Выясняют их мнение. Один из возможных собственников летних заведений, ресторатор Анатолий Ивашенко, саму идею поддерживает. Но считает, что ее нужно дорабатывать. Если это будут какие-то легковозводимые конструкции, можно предположить, что это могут быть какие-то зонты, легкие столы и стулья. Но это, на мой взгляд, откат в прошлый век. Но мы уже перешли из пластиковой мебели, которая раньше была заполнена всей нашей набережной, в более комфортабельную. Наши гости привыкли к комфортным условиям. Есть улица Движинского, которая по велению администрации стала сейчас пешеходной. Можно ли там смонтировать более стационарные кафе, которые могли бы работать практически целую неделю. Но тоже встает вопрос, насколько это правильно по отношению к жителям лежащих домов. Они наверняка будут недовольны этим. Ранее мэр Сергей Еремин рассказал о планах по созданию пешеходной зоны на проспекте Мира. Предполагается, что часть проспекта в выходные дни летом сделают свободной от транспорта. В департаменте городского хозяйства подчеркивают, что пока это всего лишь планы. В Красноярске снежная глыба обрушилась на автомобиль и повредила его. Хозяйки машины, к счастью, в этот момент внутри не было, она не пострадала. Видеозапись ЧП в редакцию ТВК прислала владелица автомобиля Ирина. Все случилось в понедельник возле офисного здания на Керенского, 89. Именно там женщина припарковала свою Мазду. Когда она вернулась, уже увидела, как огромная куча снега упала на ее машину. У автомобиля теперь помят капот и крыша, а лобовое стекло вообще вдавило в салон. Также пострадала и рядом стоящая машина. После случившегося женщина вызвала на место ГИБДД. По словам Ирины, у здания несколько собственников, поэтому найти виновника будет сложно. Приехала в офис поставить машину, поставить негде было. Поставила не близко к зданию, а так чуть по отдаля. И в обед где-то в первом часу вот это все обрушилось на моя машина. Подошел в управляющее здание, где мы снимаем аренду. Сказал причем предполицейскому, что у этого здания нет собственника одного. Эта крыша никому не принадлежит. Тем не менее, Красноярка обратилась в полицию и планирует писать претензию в отношении владельца здания. Жуткая история в подмосковном городе Талдом. Там полицейские обнаружили в одном из частных домов истощенную шестилетнюю девочку. Она находилась без одежды, в полной антисанитарии, со стаей кошек. При этом дом больше был похож на свалку. Все завалено мусором, грязью, какими-то мешками. В одной из комнат вместо окон оказались картонные панели. По данным московского комсомольца, шестилетняя девочка передвигалась только на четвереньках и питалась кошачьим кормом. Сейчас ребенка поместили в больницу, а в отношении матери возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей родителя, истязании и оставлении человека в опасности. Ее в момент прихода полицейских вообще дома не было. Следователи рассказали, что у женщины есть еще одна дочь, ей примерно 12 лет. И ее также изъяли у матери и поместили в больницу. Ровно три года прошло с момента трагедии в Зимней Вишне. 25 марта 2018 в Кемерово произошел пожар в крупном торговом центре. Жертвами стали 60 человек, 37 из них дети. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пластиковые короба там начали гореть, а горящий пластик падает на поролоновые кубики в детском батутном центре на четвертом этаже торгового центра. Черный едкий дым и огонь распространился практически моментально. При этом ни система пожаротушения, ни сигнализация в здании не сработали. Пожар в Зимней Вишне стал крупнейшим в России за последние 100 лет. И сейчас можно смело сказать, что к такой масштабной трагедии привело множество факторов. Это и халатность, и безответственность всех тех, кто должен был обеспечить безопасность людей. По делу о пожаре сейчас на скамье подсудимых 15 человек. Среди них и совладелец торгового центра, и директора, и чиновники различных уровней, и несколько пожарных. Однако спустя три года ни одного приговора по этому делу еще не прозвучало. Почему? Попытался разобраться журналист Алексей Пивоваров. Он вместе с командой лично приехал в Кемерово, пообщался с семьями погибших, губернатором Цивилевым, адвокатами. Часовой фильм он выпустил на своем YouTube-канале «Редакция». На каком-то звене как будто не оказалось следов связи с другими звеньями. Для того, чтобы уголовному делу быть, для того, чтобы приговору обвинительному в последующем быть, необходима совокупность доказательств. То есть здесь следствие их не собрало. В отношении отдельных лиц очевидно, что это была команда сверху. То есть в отношении собственника я предполагаю, что здесь без решения вопроса сверху невозможно... Сверху это в Москве, где-то туда невозможно было эту историю никак отвести. В отношении лиц, которые мы говорим, администрация города, здесь, наверное, скорее всего, именно действительно невозможность установить следы по значительному прошествию времени. Кто что подписал, кто какие визы не поставил, кто, соответственно, невзирая ни на что, это сделал. То есть вот эти моменты... И нет никаких свидетельских показаний. И нет никаких свидетельских показаний. Свою версию произошедшего сегодня озвучил и бывший глава Кузбасса Аман Тулеев. По его словам, это возможно, был поджог. Однако Тулеев отмечает, что доказательств у него нет, и все обстоятельства должно установить следствие. Добавлю, что после Кемеровской трагедии торговые центры по всей стране начали тщательно проверять. Специалисты выявили почти 300 тысяч грубых нарушений. В МЧС отмечают, что с тех пор собственники торговых центров стали более ответственными. По данным спасателей, количество торговых центров с нарушением пожарной безопасности сократилось на 27%. При этом число пожаров на крупных объектах снизилось на 9%. Власти Москвы собираются снять запрет на массовые мероприятия до 9 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Сейчас, по данным издания, в Кремле обсуждают точную дату отмены ограничений. Ем может стать вторая половина апреля, когда должен состояться уличный фестиваль «Пасхальный дар». По сведениям источников, в Кремле планируют провести бессмертный полк и парад победы на Красной площади 9 мая в обычном формате. Такую же информацию ранее озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня. В этот день проходил парад победы в 1945-м. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств. Бессмертный полк проходил полностью в онлайн-формате. Власти Германии отменили жесткие ограничения, которые планировали ввести в пасхальные каникулы. Кабинет министров уступил под напором масштабной критики. Официальный Берлин хотел закрыть все магазины, кроме продуктовых, запретить ходить друг к другу в гости и собираться группами более пяти человек. Федеральный канцлер Ангела Меркель говорит, что хотели как лучше. В Европе же уже началась третья волна коронавируса, и планируемые меры должны были остановить распространение. Но немцы и так устали от ограничения. Очередной карантин в этой стране действует с конца декабря. Закрыты отели, рестораны, спортзалы, развлекательные заведения. Оппозиция требовала вынести вотом недоверие Меркель. После критики канцлер отменила решение правительства и извинилась. По ее словам, запреты были не подготовлены, их в полной мере не обсудили с общественностью. И здесь мне важно сказать следующее. Ошибку нужно называть ошибкой. И прежде всего ее нужно исправлять. И если возможно, это должно произойти как можно скорее. В то же время я осознаю, что все эти перемены привели к еще большей неопределенности. И я глубоко сожалею об этом и прошу прощения. Госдума приняла в третьем финальном чтении закон о просветительской деятельности. Это значит, что теперь мастер-классы, лекции, научно-популярные и культурные проекты будет контролировать государство. А сами коучи и тренеры обязаны получить соответствующую лицензию. Принятие этого закона сопровождалось скандалом. Этой темой занималась Виктория Столярова. Она в студии. Вика, почему к закону о просветительской деятельности сейчас так много внимания? Оля, ну возможно, потому что все или большинство деятелей культуры или искусства называют этот закон концом эпохи просвещения. И, пожалуй, это действительно так. Согласно тексту законодательной инициативы, правительство разработает формы контроля деятельности людей и организаций, которые занимаются просвещением. Попросту говоря, власти будут контролировать лекторов, культурологов, коучей и тренеров. В общем, всех тех, кто проводит лекции, мастер-классы, занимается просветительской деятельностью. При этом само это понятие в законопроекции очень размыто. И совсем неясно, кто и что попадет под действие этого закона. Ведь это может быть любой, например, кулинарный рецепт в интернете, видеоуроки по танцам или языковые курсы. В общем, все, что связано с передачей знаний и навыков. Управляющий Красноярского книжного магазина, где проводится множество различных лекций, пока в растерянности говорит, непонятно, как ему дальше выстраивать работу своего лектория. Как скажется на нас, на наших лекциях, опять-таки сложно сказать. Если будет заявительный порядок, то нам придется, будем отправлять какие-то заявки. Если это будет порядок рассмотрительный, то, наверное, тоже придется отправлять какие-то заявки. Пока непонятно. Скорее, это добавит неких, скажем так, бюрократических проблем. Взяться за просветительскую деятельность в России парламентарии решили в ноябре прошлого года. В конце декабря законопроект утверждают. В первом чтении от 9 марта принимают окончательно. Авторы инициативы – это группа сенаторов в главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андреем Климовым. Я напомню, именно Климов неоднократно заявлял, что московские протесты лета 2019 не обошлись без иностранного влияния. Поэтому, по его мнению, без иностранного влияния должна быть и просветительская деятельность в России. Отсутствие регулирования в этой сфере, по мнению авторов закона, приводит к дискредитации российской политики, пересмотру истории и подрыву конституционного строя. Это цитата. То есть, ужесточение закона авторы обосновывают иностранной угрозой. Но на практике же этот закон выльется в точечные репрессии в адрес лекторов, уверены эксперты. Зачем он был принят, это очевидно. Потому что наши люди в Госдуме, в исполнительной власти сильно боятся лекций про что-то, про свободу, про что-то еще. То, чем они не могут управлять. То, что они называют западной идеологией, они боятся, что нам в Россию всякие лекторы будут все это приносить. А во что это выльется, это будут реально избирательные, точечные такие репрессии из серии. Вот он сходил к студентам и прочитал, не знаю, лекции про борьбу со спидом. У него нет лицензии на подобную деятельность, и поэтому мы его сейчас накажем. То есть, на практике я уверен, что будет ровно так. Многие предприниматели, в том числе основатели различных вебинаров или онлайн-лекториев, обеспокоены, что закон может усложнить жизнь их бизнесу, а просветители столкнутся с классическими плановыми или внеплановыми проверками. Юристы говорят, теперь же любому лектору, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно быть очень аккуратным в своих словах. Лектор, когда выступает, когда доносит свое мнение, как раз он и должен говорить в первую очередь фразу, что это мое частное мнение, как физического лица. В этом случае тогда, во-первых, будет восприниматься именно как частное мнение, то есть уже без такого рода ответственности. А во-вторых, конкретно же написано, что все, что приводит к расовой дискриминации, к половому противостоянию, либо еще к какими-то разжиганиям войны, грубо говоря, только эта деятельность будет пресекаться, в том числе с недостоверной информацией по нашей истории. Например, что там, ну я не знаю, искажают данные про Великую Отечественную войну, на этом фоне пытаются разжечь конфликт. Вот этого вот стараются не допустить. Ну и многие российские просветители, деятели науки восприняли эти поправки негативно. Например, астрофизик Сергей Попов создал на платформе change.org петицию против принятия этого законопроекта. Ее уже подписали более 240 тысяч человек. Затем весь президиум Российской Академии Наук пишет президенту страны открытое письмо с просьбой не подписывать этот документ. Ведь по-хорошему именно с просветителями парламентарии должны были обсудить весь текст законопроекта. Но этого не произошло. В свою очередь, автор инициативы, тот самый сенатор Климов, заявил, что негативная реакция на законопроект нагоняется точно не из России, а из Вашингтона. Это его цитата. В итоге инициатива прошла все три чтения Госдумы. Причем поправки поддержали исключительно депутаты от «Единой России». Представители КПРФ и ЛДПР призвали отклонить этот законопроект. Сейчас проект закона находится на рассмотрении в Совете Федерации. Если его утвердят там, а потом отправят на подпись президенту и уже Путин его подпишет, то все это дело вступает в силу уже с 1 июня этого года. На этом все. Оля. Спасибо. Это была Виктория Столярова с подробностями о новом принятом в третьем чтении законе о просветительской деятельности. Мы продолжаем выпуск. Регистрироваться в соцсетях и мессенджерах можно будет только с паспортом. Такой приказ подготовил Роскомнадзор. При регистрации нового аккаунта у пользователя спросят также адрес проживания, телефон и электронную почту. Новые требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных. По задумке интернет-площадки должны получать от пользователей согласие на обработку данных. Эксперты видят риски утечек и злоупотребления в сборе такой информации. Автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин пояснил, что в России интернет уже работает по документам, так как провайдер заключает договор с клиентом и получает паспортные данные. Что касается утечек, то, по словам Горелкина, в интернете уже давно существуют базы данных сотовых операторов. Красноярский школьник катал друзей на шестерке с мигалкой. Необычного нарушителя задержали дорожные полицейские на улице Березина. Сотрудники остановили ВАЗ шестой модели и увидели, что за рулем 15-летний парень, в салоне еще несколько подростков, при этом на крыше автомобиля синий маячок. Такие обычно устанавливают на автомобиле МЧС, Следственного комитета, ФСБ, депутатов Госдумы. На место вызвали маму мальчика. Она рассказала, что не знала о том, что ее сын уже управляет автомобилем. Мигалку изъяли, машину отправили на спецстоянку. Сейчас сотрудники ищут ее хозяина. И ему грозит штраф 30 тысяч за передачу автомобиля третьим лицам. На подростка составили 4 протокола. За тонировку, незаконный спецсигнал, вождение без прав и отсутствие страховки. Реклама Попадет ли Красноярск в число экспериментальных территорий, станет ясно позднее. В пандемийный год невозврат монеты в платежный оборот увеличился. Для сравнения, в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, а в 2020 году только 46%. Учитывая сохранение спроса на монету, Банк России регулярно заказывает изготовление и выпускает в обращение необходимые ее объемы. Хотелось бы отметить, что производство монет – это дорогостоящий процесс. Себестоимость изготовления монет выше их номинала. Далее рубрика «По счетам». В ней финансовый эксперт, управляющий Банком Открытия в Красноярском крае Наталья Потапова, понятным языком рассказывает об экономике и деньгах. Сегодня о повышении ключевой ставки. Это произошло впервые за долгое время. Почему сейчас Центробанк повысил ставку? И как это отразится на вкладах и кредитах? Здесь есть две новости. Хорошая новость – это в том, что все-таки Центробанк пошел на снижение ставки по причине того, что экономика выходит на повышение. Потому что все-таки экономика восстанавливается темпами выше тех, которые они планировали. То есть сегодня и потребительский рынок, и производственный рынок, они выходят на уровни бизнеса до кризисного. И, соответственно, ЦБ это видит, оценивает. И, исходя из этого, было принято такое решение – все-таки ключевую ставку на 0,25 повысить. Это хорошая новость, это действительно так. И мы выходим и восстанавливаемся после кризиса более быстрыми темпами, нежели мы планировали. Плохая новость в том, что ключевая ставка действительно, как вы сказали, повысилась, потому что повысились темпы инфляции. И если мы говорим, что в январе у нас инфляционная ставка была 5,2, то по февралю она уже 5,8. И все аналитики склоняются к тому, что к середине марта уже 5,8-5,9. То есть, да, инфляционные ожидания, они налицо. И уровень инфляции наблюдается. И, соответственно, ключевая ставка, мое мнение, она будет еще расти. Ну и об этом заявляет Центральный банк. Они об этом уже говорят во всех источниках. О том, что, скорее всего, следующее заседание ЦБ, оно приведет нас к увеличению ключевой ставки, ну, может быть, даже там на полпункта, либо на пункт. Но в среднем все аналитики говорят, что ключевая ставка по итогам 2021 года сложится на уровне где-то 5,5. Ну вот мы подразумеваем, что она будет где-то на течение года повышена на один пункт. Что касается нашего банковского бизнеса и наших депозитов и кредитов, и как будут себя вести банки в связи с повышением ключевой, ну, по депозитным продуктам, я думаю, что ставка будет где-то расти. Она будет расти, наверное, с каким-то отложенным временным лагом, но она точно будет расти на 0,5, на 0,75. Ставка будет подниматься и, соответственно, на ставке по депозиту во всех банках плюс-минус вырастут. В зависимости от роста ключевой будут расти ставки в банках по депозиту. Что касается кредитования, по кредитованию, ну, мое мнение, что ставки тоже начнут расти. В свете вот заявлений Центрального банка, что они еще будут повышать, я думаю, что в перспективе второй половины года ставки по кредитам как для корпоративных клиентов, так и для розничных, так и для физических лиц, для частных клиентов, ставки будут тоже чуть-чуть подрастать. Весна – самое время обновить экипировку для охоты и рыбалки и заранее продумать маршрут летнего отдыха. В выставочном центре Сибири открылись сразу две выставки для любителей отдыхать активно и даже экстремально. Какие необычные туристические маршруты предлагают в период пандемии и во сколько сейчас обходится снаряжение для охотников и рыболовов, выясняла Светлана Чернушевич. Вот в таких люльках у нас укачивают детей. Очень похоже на ваши современные коляски. Евгения Бетя рассказывает о быте коренных народов Красноярского края. Женщина – представительница самого северного теркоязычного народа – долган. Ее коллеги Елена и Вячеслав из Ненцев и Ивенков. В самом центре выставочного зала они воссоздали уменьшенную копию традиционного северного жилища – чума. И привезли с собой удивительные изделия из кости – от календарей древнего образца до аксессуаров. На этой выставке, ну, очень много всего интересного. На мне сейчас, вы не поверите, настоящие солнцезащитные очки. Такие традиционно носили коренные народы Севера. Почему бы не носить такие очки и сейчас? Глазам в них достаточно комфортно, но и это достаточно модный и необычный аксессуар. Таких у ваших знакомых, ну, точно не будет. Гости выставки могут погрузиться в жизнь северных народов прямо на месте. Организаторы признаются – путешествие на крайний север может влететь в копеечку. Но здесь же, на соседних стендах, собрано множество более бюджетных предложений от туроператоров со всей России. Например, на выгодных условиях можно спланировать поездку в Крым. Организаторы туров подчеркивают – наши курорты ничуть не хуже, чем заграничные. Абсолютно не хуже и, на самом деле, даже иногда более колоритнее. И даже легче в плане понимания. Ну, все-таки ментальная атмосфера тоже очень немаловажна. При этом Крым – это уникальное место. Он, знаете, как шкатулка. Ты каждый день можешь сидеть одной и той же дорогой, а она будет совершенно разной. И каждый регион отличается по-своему какими-то своими моментами и изюминками. Для тех, кто расслабленному отдыху на берегу предпочитает суровую тайгу и бездорожье, на выставке открыли отдельный павильон. Мужчину здесь можно потерять надолго. На стендах собрано все – от всевозможных снастей и оружия до машины и экипировки. Сергей Экстремал с опытом подчеркивает – одежда – один из основных факторов успешной охоты и рыбалки. Ведь произойти может что угодно. Охота и рыбалка – хобби не из бюджетных. Самая недорогая летняя экипировка обойдется в 7-8 тысяч рублей. Вариант посерьезнее – в 20 тысяч. К демисезонному комплекту можно смело прибавлять еще 15 тысяч. Спиннинг со всеми необходимыми дополнениями съест еще не меньше 5 тысяч из бюджета. А ведь нужна еще и лодка. Но здесь организаторы обо всем позаботились. Гости выставки могут поучаствовать в розыгрыше и выиграть плавсредства. Либо подобрать другой транспорт по душе. Благо выбрать есть из чего. На такой машине – хоть на охоту в тайгу, хоть на рыбалку, хоть по затопленным дорогам Красноярска. Сами выставки продолжат работу до 28 марта. Успевайте выбрать лучшую экипировку и спланировать свой активный отдых. Светлана Чернышевич, Александр Кальтер, Новости ТВК. Россияне смогут получить налоговый вычет от занятий фитнесом. А на Кипре отменили обязательный карантин для прилетевших из России. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Россиянам разрешат получать налоговый вычет от занятий фитнесом. Госдума одобрила поправки, которые разрешают людям возвращать 13% суммы, потраченные на занятия спортом. Механизм будет работать по аналогии с другими социальными вычетами на обучение и лечение. Однако за какие именно занятия спортом и в каких клубах можно будет получить вычет – непонятно. В законе говорится об организациях, которые включены в список Минспорта, который пока еще не опубликован. Поэтому, если вашего спортзала не будет в специальном списке, то получить вычет на фитнес вы не сможете. Половина опрошенных россиян оказалась в состоянии эмоционального выгорания на работе. Об этом говорится в результатах опроса HeadHunter. В нем участвовали 2500 человек. Постоянное напряжение на работе испытывали 50% опрошенных и еще столько же эмоциональную замкнутость. При этом почти половина людей заявили, что уже давно работают в условиях переутомления и выполняют задачи на автомате. Самый высокий уровень стресса оказался у работников креативной индустрии, медиков и журналистов. Меньше всего на работе волновались строители и промышленники. Кипр отменит обязательный карантин для всех туристов из России с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по туризму страны. Уточняется, что въезд все еще будет разрешен пассажирам с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Однако теперь россиянам не придется проходить обязательный двухнедельный карантин на острове. При этом перелеты на Кипр открылись еще в ноябре прошлого года. Лайнеры вылетают по маршруту Москва-Ларнака-Москва. Далее наша традиционная для четверга рубрика «Вопросы ЖКХ». Сегодня поговорим о распределении долга за коммунальные услуги на жильцов и комиссии на оплату тепла. В доме был перерасчет и обнаружили общую недоплату. То есть кто-то недобросовестно платил, а сумму поделили на всех жильцов. Правомерно ли это? Во-первых, надо разобраться, по какой услуге был перерасчет. У нас несколько услуг, да? У нас есть содержание этой услуги, у нас есть текущий ремонт и у нас есть коммунальные услуги. Здесь, скорее всего, речь идет о коммунальной услуге, ну, например, отоплении. Вам сделала ресурсонабжающая организация, в данном случае СГК, перерасчет. Каждый человек по отоплению оплачивает свою квартиру по квадратным метрам, вне зависимости количества проживающих, да? Затем, если на доме нет прибора учета, больше он ничего не платит. Если на доме есть общедомовой прибор учета и было принято решением собрания, все, что сверху у вас больше, чем квартиры, потребили, тогда действительно правомерно. Здесь необходимо разбираться, по какому виду услуг был сделан перерасчет. За своего соседа вы никогда не платите. На каком основании берут комиссию в 1%, когда мы платим за тепло? Мы все знаем, что практически все дома в городе Красноярске напрямую сегодня оплачивают за тепло в ресурсонабжающую организацию, то есть это сибирская генерирующая компания. Так же, как любая другая организация, она заключила договор с платежным агентом, то есть кто будет принимать эти платежи. И в зависимости от того, какую комиссию они приняли, если это внешняя комиссия, да, вот там 1% берется, если это внутренняя комиссия, ну, такой, как правило, не бывает. Но в любом случае должен быть один из способов, где человек может оплатить без комиссии. В данном случае в СГК он есть через их сайт, там без комиссии. Это была Наталья Балабина. Я напомню, свои вопросы можно задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. На сегодня это все новости. Таким этот день увидела наша редакция. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале.